Всем бодрого настроения. Компания QCI, основанная в 2009 году, известна покупателям как производитель бюджетных наушников. Они выпустили огромное количество различных моделей, многие из которых пользовались большой популярностью у покупателей. И сегодня я хочу рассказать про еще один годный вариант, который имеет отличный функционал при относительно невысокой цене – QCI Melobuds HT05. Поставляются наушники в картонной коробке с фирменным принтом, на котором указаны основные характеристики, а также достоинства модели по мнению производителя. Внутри на пластиковой подложке уложен зарядный кейс и наушники, отдельно упакованы руководство пользователя на английском и китайском, зарядный кабель длиной в 19 см, а также две пары сменных амбишур разного диаметра. Кейс выполнен из пластика с матовым напылением, отпечатки не собирает, но легко царапается. Он имеет квадратную форму со скруглениями по краям, сверху на крышке нанесен логотип производителя, на лицевой части выемка для удобства открытия крышки со светоиндикатором. Светится он только в момент зарядки кейса. Красным идет заряд, белым заряжен. На правом торце расположен Type-C разъем для подключения кабеля питания, крышка бокса в закрытом состоянии имеет небольшой люфт, в крайне открытом люфта нет, плюс есть фиксатор положения, крышка самостоятельно не захлопывается при наклоне бокса. Наушники уложены горизонтально, в гнездах удерживаются магнитами, при легкой тряске не вылетают, вынимать наушники из бокса удобно. Между гнездами под наушники расположена физическая кнопка сброса на заводские настройки. Наушники имеют форм-фактор внутриканальных, корпус каплевидный с ножкой. На лицевой стороне ножки в верхней ее части расположен светодиод, работает он в момент зарядки наушников или в режиме подключения к смартфону, после подключения не светится. Управление сенсорное, сенсор находится чуть ниже индикатора, но выше нанесенных логотипов. Такое расположение позволяет поправлять наушники в ушах за ножку без срабатывания различных команд. С внутренней стороны расположены два контакта для подзарядки аккумулятора, а также на каждом из наушников имеется по три микрофона, один в нижней части ножки и два сверху на корпусе. Датчиков приближения в наушниках нет, функция постановки трека на паузу при выемке отсутствует, мультипоинта тоже нет. Звуковод овальной формы закрыт металлической сеткой. Наушники имеют влагозащиту уровня IPX5, что позволяет использовать их в дождь или на тренировках. В моих ушах с амбушюрами среднего размера сидят отлично, при тряске головой сразу не вылетают, дискомфорта при длительном ношении нет, в ушах небольшого размера у супруги также сели хорошо, что и редкость. Обычно наушники подобного формата вызывают у нее дискомфорт, давят. Так что могу смело рекомендовать данную модель для людей с небольшой ушной раковиной, например подростки или женщины. Для подключения и настройки наушников можно использовать фирменное приложение QCI, доступно как для Android, так и для iOS. Систем реализована поддержка поп-ап окна при подключении с отображением текущего заряда наушников. Остаточный заряд базы не отображается ни в приложении, ни в шторке уведомлений смартфона. Подключение только после выемки наушников из бокса, открытие крышки бокса режим подключения не активирует. В приложении во вкладке звук можно настроить звучание, выбрать один из шести пресетов эквалайзера или создать свой собственный. Ниже выбирается режим работы, активное шумоподавление, режим звуковой прозрачности. Также присутствует стандартный режим работы, который не использует никакие алгоритмы, а соответственно увеличивает автономность работы. В приложении есть возможность смещения звукового баланса на левый или правый наушник. Во вкладке настройки можно изменить команды, исполняемые одиночным, двойным или тройным тапом. Из доступных команд это воспроизведение паузы, переключение треков, запуск голосового помощника, регулировка громкости, активация игрового режима и смена режима ANC. Долгий тап не перенастраивается, с его помощью изменяется режим работы наушников. Есть функция поиска наушников, активация игрового режима, включение режима сна, при котором блокируется сенсорное управление наушников. Также в приложении можно обновить прошивку, сменить название наушников, отображаемое при подключении к смартфону и сбросить их на заводские настройки. И еще в приложении имеется встроенный интернет-магазин с продукцией бренда QCI, настройки данных о пользователе и активация поп-оп окна. За звук отвечают 10-миллиметровые динамические драйверы из графена, передача сигнала производится по Bluetooth версии 5.2, подключение стабильное в квартире через две бетонных стены или в общественных местах с большим скоплением людей, обрыва в связи не замечено. Звучат наушники для своей стоимости прилично, звук с упором на низкие частоты, хороший средний, но как по мне маловато высоких. Запас громкости присутствует, для меня комфортный уровень это 70-80% от максимальной. Режим шумоподавления имеет три различных алгоритма работы, дополнительно каждый из алгоритмов имеет также три варианта мощности. В максимальном варианте режет низкочастотный шум до минус 40 дБ, остальные два рассчитаны на использование в помещении или в различных шумных местах. Я пользовался исключительно максимальным, так как именно он обеспечивал для меня комфортное шумоподавление. Работа алгоритма мне понравилась, шумодав хорошо отрабатывает свои задачи. Режим звуковой прозрачности имеет также несколько подрежимов, их шесть, при их выборе изменяется громкость ретрансляции окружающего шума. Дополнительно есть опция усиленный вокал, которая срезает низкие частоты внешнего шума, тем самым голоса людей становятся более выражены. Работа данной функции также нареканий никаких не вызвала. Задержка по звуку присутствует, в стандартном режиме использования она составляет примерно 240 миллисекунд. В игровом задержка полностью не исчезает, но снижается до комфортных величин примерно в 100 миллисекунд. Вот примеры работы. Продолжение следует... Продолжение следует... Включенным ANC в режиме максимального шумоподавления и наушники действительно проработали 6 часов. Наушники в кейсе заряжаются полностью за полтора часа, полная зарядка аккумулятора кейса происходит за 2 часа, беспроводной зарядки у кейса нет, быстрой зарядки у наушников тоже нет. База в состоянии зарядить наушники 3 полных раза, и того мы на выходе имеем 24-30 часов автономности в зависимости от выбранного режима. Ну и пример работы микрофонов в данных наушниках возле проезжей части. Достаточно шумно дует сегодня приличный ветерон, и это хорошо, потому что производителям заявлено, что данные наушники имеют специальный алгоритм шумоподавления в режиме гарнитуры, который должен просто предприниматься справляться с порывами ветра. И если вы можете разобрать то, что я говорю, значит этот алгоритм действительно работает. Условия для наушников сложные, потому что сильный такой ветер, проезжая часть, и очень редко какая модель может с этим делом справиться. По итогу, плюсов в данной модели наушников гораздо больше, чем минусов. А если отталкиваться от стоимости модели, то минусов тут в принципе нет. Из недостающих функций это отсутствие мультипоинта, беспроводной зарядки бокса и отображение остаточного заряда, этого же самого бокса. Зато плюсов тут вагон и маленькая тележка. За две с небольшим тысячи рублей вы получаете хорошее качество звучания, активное шумоподавление, режим звуковой прозрачности, игровой режим, возможность настройки тапов и эквалайзера через программу. А также, что немаловажно, возможность обновления прошивки, а значит улучшение работы наушников. Микрофоны в режиме гарнитуры также меня приятно удивили. Далеко не каждая модель наушников, даже более дорогая, способна настолько качественно отрабатывать голос при сильном порывистом ветре. В общем, наушники однозначно годный выбор за свою стоимость. Ссылки на данные наушники в описании к видео, перейдя по ним всегда можно посмотреть актуальный прайс, как с доставкой из-за границы, так и с доставкой из РФ. Если есть вопросы, задавайте в комментариях, все читаю, всем отвечу. На сегодня все, всем пока.